Привет, друзья! Любой сладкоежка знает, что тортов много не бывает, поэтому сегодня очередной. Будем делать очень простой, но очень вкусный цитрусовый торт с нотками лайма, лимона, апельсина. В общем, это не только вкусно, но и позволяет получить цитрусовый заряд бодрости и хорошего настроения. Ну и, как всегда, ничего оригинального не скажу, это совсем не сложно. Поехали! Первым делом подготовим цитрусовые. Нам необходима цедра. Натираем ее на мелкой терке. Берем только самый-самый верхний слой. И после этого из апельсина, лайма, лимона выжимаем сок. Размягченное сливочное масло помещаем в чашу миксера, добавляем сахар и взбиваем все вместе для получения посветлевшей, более воздушной массы. Вовсе не обязательно полностью растворять сахар. Начинаем добавлять в сахарно-масляную смесь яйца по одному. Как только вмешивается одно, добавляем следующее. Добавив все яйца, взбиваем уже до полной однородности. Вот тут сахар уже должен раствориться. Добавляем цедру всех цитрусовых и ванильный экстракт. Хорошо перемешиваем. Муку просеиваем вместе с разрыхлителем и добавляем немного соли. Теперь необходимо все это ввести в тесто, чередуя с апельсиновым соком. Сначала добавляем треть сухих ингредиентов, затем половину всего количества апельсинового сока, затем еще треть сухих ингредиентов, следующую половину апельсинового сока и завершаем все сухими ингредиентами. Долго не взбиваем, перемешиваем до полной однородности. Готово! Сегодня я хочу сделать высокий торт из пяти коржей, поэтому беру пять формочек небольшого диаметра. Вы можете количество коржей смело сократить, например, до трех, но при этом, чтобы не менять количество ингредиентов, увеличьте диаметр формочек. Все просто. Форму немного смазываем сливочным маслом и раскладываем по ним смесь, деля на равные порции. И отправляем будущие коржи в духовку, предварительно разогретую до 160 градусов. Выпекаются коржи около 18-20 минут. Готовность легко проверить с помощью зубочистки. Втыкаете ее куда-нибудь в середину, достаете, если осталось сухой и чистой, значит готово. Достаем форму из духовки, даем постоять минут пять, затем извлекаем коржи и оставляем их полностью остывать. Тем временем приготовим крем. Очень холодные жирные сливки взбиваем с сахарной пудрой, с половиной всего количества предназначенного для крема. Взбиваем до густого стойкого состояния. Затем добавляем сливочный сыр, цедру цитрусовых, сок лайма, сок апельсина и добавляем оставшееся количество сахарной пудры. Взбиваем все до гладкого стойкого крема. Кроме сливочного крема для этого торта мне понадобится лимонный курт, который стоит у меня в холодильнике и ждет своего очередного звездного часа. Внимательный зритель уже видел этот рецепт на канале, а невнимательный найдет ссылку под видео. Единственное добавлю для этого торта, готовьте версию крема погуще, чтобы он не растекался. С остывших коржей срезаем самую верхнюю приподнятую часть, чтобы торт был устойчивее. Это можно сделать с помощью тонкого ножа или специальной струны. На тарелку или подставку для тортов ставим первый корж, покрываем его третью сливочного крема, равномерно его распределяя. Сверху ставим второй корж и покрываем его лимонным кордом. Вот именно здесь важно, чтобы лимонный корд был достаточно густой, чтобы он не стекал с коржей. Ставим третий корж, покрываем его кремом и таким образом чередуем сливочный крем и лимонный корд до того момента, пока не закончатся коржи. Самый верхний корж покрываем небольшим количеством лимонного корда и сверху выкладываем сливочный крем. Равномерно его распределяем и посыпаем сверху оставшейся цедрой. Готовый торт можно украсить с листиками мяты, зеленого базилика. В общем, подключайте фантазию. Это очень вкусно. Лимонный курд и сливочный крем как-то очень гармонично объединились с нежными рассыпчатыми коржами, превратившись в единое и очень вкусное целое. С легкой кислинкой, совсем не приторно. В общем, очень рекомендую. Подробный рецепт, как всегда, вы сможете найти в блоге. Ссылку найдете под видео. Там же список ингредиентов. И там же оставляйте пожелания, какой торт вы бы хотели увидеть в будущих видеорецептах. С вами был Саша, Кукин Тайм. Пока-пока! Саша, Кукин Тайм.